Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! И спортсменам, и простым гражданам, увлекающимся физкультурой в Красноярске. И мы ждем новые имена из Красноярска среди чемпионов по зимним видам спорта и не только. Ну, кроме того, сегодня у нас в повестке дня законопроект о невзятии Парижа. Мы предлагаем и уже пять лет добиваемся того, чтобы День Победы в Отечественной войне 1812 года наконец-то вернулся в календарь памятных дат России. У нас есть война отечественная 1812 года, есть великолепные памятники, архитектуры, литературы, музыки, живописи, посвященные этой замечательной дате и победе. Храм Христа Спасителя только один чего стоит. Он построен на народные деньги в честь победы и в честь взятия Парижа. Но до сих пор депутаты отказываются внести День Взятия Парижа в День памятных дат и в Дни воинской славы. Понимаете, это вообще страшно. Поэтому сегодня у нас есть информация, что фракция большинства будет голосовать против Дня Взятия Парижа и включения его в День памятных дат. В этой связи я буду предлагать как автор этого законопроекта его перенести до принятия изменений в преамбулу закона о памятных датах. Это, конечно, страшно. Это называется крючкотворство. Но придется подождать, пока мы не изменим преамбулу, о чем недвусмысленно просили нас коллеги из Комитета по обороне и из других комитетов. По поводу катастрофы Боинга в Эфиопии. Мне, как инженеру авиационной и космической техники, хочется понять, когда корпорации Боинг ответят за 300 с лишним убитых. Уже очевидно, и все специалисты сходятся, что именно новейшие модификации Боинга 737 Max, Neo, New Generation и так далее в управлении заложили ошибку, когда автоматике отдается преимущество, и пилот не может ее отключить. И эта ошибка уже привела фактически к гибели двух самолетов и более чем 300 жертв. Корпорации Боинг обязаны провести публичное расследование. Она обязана дать доступ к кодам, которые управляют автоматикой самолетов. И честно признаться, что допущена ошибка в системе управления новейшим американским Боином. И я призываю, вообще говоря, все авиационные власти, и многие уже приняли решение, приостановить полет. У нас, к сожалению, Аэрофлот отказывается приостанавливать полеты на самолетах этого типа. Только частная авиакомпания Seven, Сибирь бывшая, приняла решение о запрете полетов на самолетах Боинг 737 Max. И это абсолютно правильное решение, потому что частный капитал и управленцы понимают степень своей ответственности в случае очередной катастрофы и гибели людей. Наш Аэрофлот, к сожалению, опять не чешется. Вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя, размещать заказы на отечественных предприятиях, они завезли в страну весь практически флот Аэрофлота. Сегодня состоит из американских и европейских воздушных судов. И опять не чешутся, не хотят абсолютно ничего делать для того, чтобы предотвратить возможные катастрофы. Что еще нам нужно отметить? Впервые наш молодежный парламент, делегация молодежного парламента Государственной Думы принимает участие в международной встрече всех молодежных парламентов мира в Нью-Дели, в Индии. Я напомню, эта идея, вообще говоря, принадлежит нашим ребятам. Первый конгресс молодежных парламентов прошел здесь, в Москве, в Государственной Думе в прошлом году. И теперь он становится ежегодным и объединяет молодых активных людей по всему миру. И штаб-квартира будущего движения Евразийского молодежного парламента будет здесь. Такое решение уже ребята готовят в Индии в эти минуты. Ну, конечно, нельзя не прокомментировать решения наших коллег из Европарламента. Совершенно неприемлемые оценки звучат в отношении стратегического договора между Евросоюзом и Россией. Что, мол, Россия не выполняет условия, не является стратегическим партнером Евросоюза, несет какую-то мифическую угрозу. Это просто выпиющее утверждение. Можно только посочувствовать евродепутатам, которые под американскую дуду вынуждены, как говорят, отстрелить все ноги. То есть, в ущерб собственным экономическим и политическим интересам депутаты Европарламента готовы и газ закупать сжиженные за три цены у американцев. И признавать такие итоги, как в Косово, например, по независимости. Когда ни одного, ни Косовара, ни жителя Сербии не спросили, прежде чем дать независимость Сербии. А нам в укор Россия ставит всенародный референдум Республики Крыма в Севастополе, который прошел пять лет назад. И Россия его признала. То есть, совершенно неприемлемые установки транслируются Европарламентом в мир. Они не соответствуют ни духу сегодняшних отношений экономических России и Евросоюза. А экономические отношения развиваются, товарооборот растет каждый год с Евросоюзом, несмотря на все санкции, которые применяются. Не соответствуют международному праву, да и элементарной вообще логике соседства. Мы соседи Евросоюз и Россию. Мы на одном континенте в Евразии находимся. Мы воевали вместе против Гитлера, вместе с Британией, американцами и другими странами. Ну, в общем, нас многое связывает. Хотя также нельзя не заметить, что только из Европы в Россию в основном приходили в последние столетия завоеватели. Возьмем пример нашествия Наполеона, нашествия Гитлера, нападения на Российскую империю Германии и Австро-Венгрии. И Первая мировая война, если мы с вами вспомним, называлась тоже Великой Отечественной войной в прессе. И вообще в сознании граждан, подданных Российской империи, она считалась Великой Отечественной. Потом уже большевики ее окрестили империалистически и измазали черной краской нашу историю. Важнейшая новость. Россия у нас вошла в топ-10 стран по использованию госуслуг цифровых. Это замечательная новость. Мы на девятом месте. И сегодня практически каждый третий гражданин России еженедельно прибегает к услугам, которые государство ему оказывает через интернет. Вы можете себе представить? Уже сегодня каждый третий. Это и выдача справок, и запись к врачу, и получение новых документов, начиная от водительских удостоверений, заканчивая паспортами, в том числе и заграничными и так далее. То есть мы находимся сегодня на переднем крае цифровизации. И это очень хорошая новость. Это признано уже мировым сообществом. Девятое место занимаем в мире по потреблению цифровых услуг. Прекрасная новость. И здесь я хочу лишний раз напомнить, что группа депутатов, и в том числе я, внесли законопроекты, направленные на развитие электронной демократии. Эти законопроекты Советом Государственной Думы направлены в рассылку. Сейчас мы собираем мнения с регионов. И готовы к проведению эксперимента по электронному голосованию в Москве на выборах в Мосгордуму и на некоторых выборах губернаторов. Будут созданы электронные участки. На этих электронных участках любой гражданин через те же госуслуги сможет зарегистрироваться и получить возможность проголосовать в электронной форме. Через свой планшет, смартфон, дома, на компьютере. И это является развитием в том числе программы ЛДПР. Мы не раз говорили, что электронное голосование, электронная демократия, она укрепляет, вообще говоря, государственность. И приводит к развитию политической конкуренции. И там, где у нас имеются электронные системы подсчета голосов, и сегодня в ЛДПР в 2-3 раза больше голосов. Потому что нет мошенников. Потому что электронную систему сложно взломать. Поэтому мы поддерживаем и развитие электронной демократии, и электронного голосования, и законопроект, надеемся, будет поддержан Государственной Думой. А Москва, как город федерального значения, как наша столица, сможет реализовать эффективно, успешно эксперимент на выборах в Мосгордуму. Когда больше молодежи сможет через интернет проголосовать за наших кандидатов, мы надеемся, как можно больше. И показать, что у этой системы есть жизнь. И если эксперимент, а я уверен, он будет проведен успешно, пройдет, мы будем его применять и на выборах в Государственную Думу. А там дальше, возможно, и на выборах президента нашей страны. Мы поддерживаем антитабачную концепцию, которую Минздрав передал в правительство. Абсолютно правильный курс. Приравнять электронные сигареты, электронные системы доставки никотина к простым сигаретам. Сегодня молодежь дурит производители, в основном американцы, британцы, голландцы, тем, что якобы это безвредно. И вы посмотрите, вся молодежь сегодня курит электронные сигареты. Здесь Минздрав заслуживает похвалы абсолютно правильно. Они берут курс на борьбу, в том числе и с электронными сигаретами. Они будут приравнены к обычной табакосодержащей продукции. Такие же будут ограничения абсолютно и в продаже, и в рекламе распространяться на эту заразу. И здесь мы очень рады и поддерживаем этот курс. Потому что ЛДПР, в общем-то, традиционно всегда выступал из-за ограничения табакокурения, из-за ограничения потребления табака. И у нас никто, вы знаете, не курит и не выпивает во главе с нашим председателем Владимиром Вольфовичем Жириновским. Важнейший абсолютно документ принял МЧС, приказ, направленный на то, чтобы все туристические группы, которые направляются в труднодоступные места, горы, какую-то сложную местность, пещеры и так далее, информировали на сайте МЧС за 10 дней о своем маршруте, о составе группы туристической, есть ли там несовершеннолетние, какое оборудование. Потому что мы уже устали наблюдать, когда всякие деятели, неподготовленные, нетренированные, собираются, потом где-то падают, где-то застревают, где-то зависают. И всем миром, самолетами, вертолетами, снегоходами, болотоходами, их оттуда мы все вытаскиваем. Какие деньги на это тратит государство? Такой туризм нам не нужен. Нам нужен туризм организованный, но даже если он экстремальный, он должен проходить в рамках закона. И должен каждый понимать и отдавать себе отчет, что МЧС, если не проинформировано, вас не сможет спасти. Зачем вы рискуете жизнью? Поэтому мы приказ МЧС поддерживаем, как и нового главу этого министерства Зиничева, в том, чтобы организовать хоть как-то этот вид туризма, экстремальный туризм. Коллеги, мы с вами приближаемся к юбилейной дате. В декабре исполняется 30 лет ЛДПР. ЛДПР является старейшей политической партией. Если вы помните, удостоверение номер один она получила от Министерства юстиции Советского Союза. Была первой зарегистрирована в Советском Союзе. Ну а 31 марта мы будем отмечать очередную дату, 29 лет первому съезду, учредительному съезду ЛДПР. А на следующий год будет 30-летие первого съезда, который прошел в ДК Русакова. Сегодня это театр Виктюка. За эти годы ЛДПР стала одной из ключевых политических партий. Без преувеличения, можно сказать, это каркас политической системы. Сегодня это 300 тысяч членов, это 6 сенаторов, это 40 депутатов, это 3 губернатора. Это сотни, если не сказать, тысячи законопроектов, которые приняты Государственной Думой всех в семи созывах на благо наших граждан. Ну и это, конечно, интеллект и мудрость. Поэтому мы всех призываем весь этот год провести под эгидой 30-летия ЛДПР, старейшей политической партии, политического компаса нашей России, которая дает правильные оценки и прошлому, правильные оценки настоящему и правильные прогнозы будущему. Если вы посмотрите, все прогнозы, высказанные Владимиром Вольфовичем Жириновским, нашим аналитическим центром, они все абсолютно сбываются. Вот один из них, к которому лично я имею отношение, дедоларизация российской экономики. В 2013 году всеми аналитиками был практически поднят насморк, что, мол, не надо отказываться от доллара, доллар это все нормально, Америка всегда рядом. Вы посмотрите, что сегодня. Практически половина государственных банков уже добровольно отказалась от депозитов в долларах. В наших золотовалютных резервах доллары снижаются, доля долларов, повышается доля золота. И это тоже был один из законопроектов ЛДПР. Скупать абсолютно все афинированное золото, которое мы добываем в России силами Центрального банка, и складывать в кубышку. Это самый эффективный сегодня способ накопления и сохранения резервов. Золото, а не грязные зеленые бумажки американские, как это было принято в 90-е и в нулевые годы. И многие-многие другие законопроекты и предложения сегодня находят отражение в нашей повседневной жизни, когда они были выдвинуты ЛДПР, или они были у нас похищены другими партиями. Это очень неприятно. Политический плагиат, те же черные списки пассажиров, тот же общенациональный роуминг, отказ от внутрироссийского роуминга. Мы предлагали, наши депутаты, Ярослав, Нилов и другие. В итоге все эти предложения отклоняются, а потом принимаются силами или партии большинства, или правительства. Но нам, конечно, это с одной стороны обидно, но с другой стороны от этого мы даже испытываем некоторое удовлетворение. Значит, все идеи, которые мы выдвигаем в фракции ЛДПР, они все находят поддержку и у широких слоев нашего народа, и самое главное, у наших оппонентов, которые воруют наши идеи и перелицовывают их, внося в парламент. Поэтому 30 лет ЛДПР – это главное событие этого года, и под эгидой 30-летия ЛДПР пройдет весь политический сезон 2019 года. Поздравляю вас с этим, дорогие друзья. Спасибо.